Всем привет! С вами я, Дмитрий Хреско. Вы смотрите Кулинарную Пропаганду. Ведь переездом в Испанию я очень долго жил в Москве. Больше 20 лет. За это время я немало помотался по съемным квартирам в самых разных районах Москвы. И почему-то всегда рядом оказывался один, а то и два очень даже неплохих грузинских ресторана. Что вам рассказывать? Все обожают сочные люля-кебабы, шашлык с ароматом ДМК, хинкари, полные ароматнейшего бульона, а выпечка их совершенно сносная, ну это хачапури по-аджарски или очма, от которой прям вот сыр и масло течет по рукам, а соусы совершенно потрясающие, социбели, ткемали. Я всегда на закуску брал рулетики с баклажанов с ореховой начинкой. Обожаю! Они везде великолепные. Готовятся очень просто, но готовить надо сразу очень много, потому что съедаются они моментально. Приступим. Баклажаны можно обжаривать, можно запечь в духовке. Мне второй вариант больше по вкусу, потому что при обжарке уж больно много масла не впитывают. Кстати, чтобы они еще меньше впитали, их надо предварительно замочить. В холодной воде. Ну и соли сразу. Видите, они какие пористые все вплывают. Впитавшаяся вода займет то место в них, которое могло бы занять масло. Но чтобы не всплывали, придавлю тарелкой. Духовку уже можно греть. 200 градусов верхний и нижний нагрев. Теперь второй момент касательно начинки. Вариантов миллион. Кто-то к орехам добавляет сырой лук, кто-то йогурт, кто-то майонез вообще. Мне нравится добавлять хорошо подрумянинный лук. Он дает, знаете, такую сладость. Обжаривать надо на растительном масле. Кроме того, конечно, чеснок. Куда без него? Никуда, правильно. Измельчу его заранее. И обязательно много кинзы. Кинза и грузинская кухня, мне кажется, неразделимы. Про лук не забываем. Орехи можно прокрутить через мясорубку, можно в блендере замельчить, как вам удобнее. Я воспользуюсь мясорубкой. Решетку поставил самую мелкую из имеющихся, 2,5 мм. Отлично. Теперь надо добавить кинзу, пряности и лук, естественно. Он уже в отличном состоянии. Из пряностей щедрых хмеля-сунели и уцк-сунели. А также, как следует, растертые в ступке кориандр, гвоздик, черный перец. Ну и про соль не забываем. Кстати, баклажан уже пора в печь отправить. Выкладываю их на противень. Сверху масло растительного. Без фанатизма. Так вот, чуть-чуть. И размазюкать его. И в духовку. Она раскочегарилась. Переключу на верхний гриль. Сейчас все эти ломтики быстро подрумянятся и можно вынимать. Давайте с начинкой заканчивать. Уксуса винную еще немного. И перемешать до однородности. Конечно же, вы можете начинку на свой вкус выправить. Что вам нравится. Можете сыр туда добавить, еще чего-нибудь. Но, на мой взгляд, вот это вот сочетание уже идеально. Как по мне, так сюда не убавить, не прибавить больше. Вот ничего. Ну-ка, на пробу. Такой аромат классный. Конечно же. На этом этапе чеснок еще не разошелся по всей начинке. Поэтому этот момент не отследить. Но, по уровню соли и перца уже можно понять, надо ли их добавлять или нет. Что касается чеснока, уксуса и так далее, это минут через 15-20 станет понятно. Дождусь к подрумяниванию и продолжу. Отлично. Кстати, они уже успели остыть. Остается свернуть рулетики и все. И все. В идеальном варианте рулетики, конечно, нужно оставить в холодильнике на час-два, чтобы все ароматы смешались, чтобы они форму стали держать цельней, чтобы не разваливались. Но если не терпится, можно сразу трескать. Мне вот не терпится. Я прям руками буду. Вы уж извините, это так по-свински. Обожаю. Обожаю. Чесночные. Пряные. Такое богатство здесь вкусов и ароматов. И узко-сунели, и хмели-сунели, и гвоздика, и перец. Чеснок. Кинза свежий. Ммм, чудо. И, конечно, баклажаны. Вот запеченные баклажаны. Сказка. Вот этот вариант, когда готовишь в духовке, и только смазал немножко маслом, мне кажется, лучше. Потому что, когда жаришь, они столько впитывают масла, просто чудовищно. А это прям вот в меру. Ммм. И, смотрите, эта плошка, здесь сколько было, 6 баклажанов и 400 граммов орехов, соответственно, 400 граммов лука. Вот этой плошки хватит нам до вечера. До вечера с треской. Обалденно вкусные. Очень простые. И классные, яркие, суперские баклажаны. Суперские рулетики. Готовьте. Вообще, грузинская кухня – это сказка. Огромное спасибо за компанию, за лайки, за дизлайки, за репосты. Всем пока. А я еще баклажанжи. Огромное спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!